Здравствуйте! Ситуация на рынке видеоигр за последние годы очень сильно изменилась в сторону упрощения геймплея. Уже не выпускают классические стратегии, и игры, требующие умственную и смысловую нагрузку, сегодня большая редкость. Сюжет многих игр просто незамысловат, а цель игры, как правило, тривиальна. Конечно, мир компьютерных игр шагает в ногу со временем, и критика разработчиков здесь не совсем уместна, но я, как и многие из тех, кто начинали играть на стареньких IBM, все же продолжаю мечтать найти ту самую игру, в которую хотелось бы погрузиться полностью, где геймплей будет захватывающим, как и сюжет и так далее. Вполне возможно, я это не отрицаю, что мое мнение поддержат далеко не все, но лично для меня за последние годы активного поиска приглянулся именно этот топ-5 игр, в которые поиграть действительно стоит. Итак, начнем с пятого места. The Hunter Call of the Wild. Замечательная атмосферная игра от первого лица, которая воссоздает охоту на диких животных максимально реалистично, передавая дух охоты со всеми вытекающими. Игра включает в себя несколько карт. Соединенные Штаты, австралийский аутбек и французские альпы. Игра активно развивается и является лучшей в своем жанре, ну, на мой взгляд. Здесь вы можете играть как в соло, так и в мультиплеер. В игре предусмотрено множество факторов, таких как направление ветра, шум при ходьбе, что может спугнуть дичь. Особенным промыслом является ночная охота, а выслеживание уже раненого животного может оказаться не такой уж простой задачей. Игра получила 4,5 баллов из 5 от известного публикатора GamePro Media. The Hunter Call of the Wild вышла в релиз в марте 2015 года. Но при этом графика просто фантастическая, за что и полюбилась многим любителям жанра. Subnautica. Это приключенческая игра с элементами выживания от первого лица. В самом начале игрок оказывается на спасательной капсуле, спускающейся в воды некой планеты, на которой вам и предстоит выживать. Практически весь геймплей происходит под водой. Вам предстоит построить свою базу и разгадать тайну местных обитателей. Некой инопланетной расы, которая когда-то жила на этой планете. Игровой подводный мир поглощает целиком и полностью богатство красок, биомов и живых морских существ чарует и заставляет исследовать подводный мир часами. В последних патчах разработчики добавили историческую линию, что еще больше притягивает к игре новых игроков. Игра запущена в ранний доступ аж в 2014 году и только 23 января 2018 года вышла в релиз. Кроме версии для ПК, в нее могут поиграть обладатели Xbox One. Сабнафтика – это редкий случай, когда стимовская игрушка из раннего доступа доходит до релиза и становится настолько успешной. Заслуга в этом, естественно, разработчиков Unknown Worlds Entertainment. Будем надеяться, что после недавнего релиза Сабнафтика продолжит свое развитие и еще порадует нас чем-то новым и интересным. PlayerUnknown's Battlegrounds. Я думаю, только ленивый стример не стримит данную игрушку. Да, ее популярность сегодня просто колоссальна, поэтому много рассказывать не буду. Пубк, как ее любя называют игроки, появился весной прошлого года. Игра является одним из модов Арма 2, Battle Royale, переработанных в отдельную игру разработчиком Брэндоном Грином. Игра была создана по мотивам известного фильма Battle Royale, что переводится с английского как Королевская битва. Задача игроков выжить любой ценой, используя все подручные средства. Концепция игры проста. Вас и еще 99 человек выбрасывают на остров, на котором размещены различные объекты, поселения, города и порты, где вы можете найти огнестрельное и холодное оружие. На данном этапе разработки игры существует два основных режима. Игра от третьего лица и от первого. Также есть возможность играть в паре, втроем или в четвером. Геймплей, с одной стороны, абсолютно незамысловат и прост, что притягивает игру огромное число игроков из Counter-Strike и Радуги Rainbow Six. Но уже с первых боев становится ясно, что здесь побеждает далеко не всегда тот, кто хорошо умеет стрелять. Очень важна позиционная составляющая, способность быстро и правильно принимать решения, в каком направлении двигаться. За каких-то несколько месяцев PlayerUnknown's Battlegrounds собрала миллионы любителей и профессионалов-киберспортсменов под своим крылом. А сама компания, выступая на Gamescom, провела успешные переговоры и была приобретена компанией Microsoft. Сегодня на серверах PUBG одновременно играет более миллиона человек. Конечно, игра в соло несколько скучна, но вот играя в команде, вы получите массу впечатлений и веселье, если, конечно, не будете воспринимать все события чересчур всерьез и беситься от каждого поражения. Игра занимает в моем рейтинге заслуженное третье место, хотя и вполне может посоревноваться за второе, со следующей игрой. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Игра-монстр, игра, в которую не хочется прекращать играть. Замечательный геймплей, ненавязчивый сюжет, революционные подходы к данному жанру и чарующая графика уже покорили миллионы людей. Игра еще до релиза получила множество призов, в том числе игра года по версии IGN's Best of E3, лучшая приключенческая игра. А уже после релиза получила признание от Game Awards, получив приз лучшая игра года. После релиза Breath of the Wild получила признание критиков, которые отметили проект как одну из величайших видеоигр, что когда-либо были выпущены. Серия игр The Legend of Zelda начала свой путь в далеком 1986 году и является практически моим ровесником. Основная проблема для многих желающих поиграть в Зельду заключается в том, что она вышла только на Nintendo, а на ПК ее можно запустить только через эмулятор. Да, и управление без джойстика просто невыносимо. Поэтому на первое место она претендовать никак не может. В игре есть огромное количество предметов, крафт, приготовление пищи, прохождение промежуточных квестов и головоломок. Все нюансы игры очень хорошо продуманы и встроены в геймплей так, что играющий не ощущает надоедания ни на одном из этапов ее прохождения. А мир настолько огромен, что вам не хватит и 100 часов, чтобы его исследовать. Практически все оружие в игре разрушаемо, что заставляет постоянно заниматься поиском новых предметов и не позволяет игроку расслабиться и нагибать все и вся через несколько часов игры. И наконец первое место в моем рейтинге это The Long Dark. Данная игра больше всего и ближе всего казалась мне по душе. Ее развитие нельзя назвать самым стремительным, но ее ламповость и необычность формата ничем не похожи на другие игры, хотя похожих на нее в стиме можно найти. Но там везде присутствуют обязательные зомби или какой-нибудь другой трэш, который ну совершенно меня не радует. Здесь же речь идет о самом настоящем симуляторе выживания. Жизнь в игре одна и умирая зайти с сейва уже шанса не будет. Заболеть или получить увечья и умереть от них это обычное дело в этой игре, особенно играя в режиме непрошенный гость. Не так давно появилась и сюжетная линия, дополнившая и без того замечательную ламповость загадочной истории от разработчиков. События игры развиваются в дебрях на тихоокеанском побережье Канады после крушения самолета, направлявшегося в город Ситку, Аляска, в условиях неизвестной глобальной катастрофы. К этому всему вдобавок погодные условия, стужа, 20-ти градусные морозы и дикие животные не позволят вам расслабиться. В сюжетной линии рассказывается именно о событиях, которые привели самолет к крушению. Главный, герой пытается понять, что же произошло в этих краях и почему все поселения безлюдны. Получив большое количество положительных отзывов, как от критиков, так и от игроков, игра продолжает развиваться и кто знает, что еще нового мы узнаем в следующих релизах. На этом у меня все, если кому-то было интересно и понравилось, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока!